Танцовщица, педагог, хореограф, новатор в области современного танца. Рут Сен-Дени. Рут Сен-Дени, также Сен-Денис. По одной из версий родилась 20 января 1879 года Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, США. Но точный год рождения ее неизвестен. Скрывая свой возраст, танцовщица называла разные даты. То прибавляя, то убавляя свои годы. Источники указывают на временной промежуток от 1877 до 1880. Родилась она в интеллигентной семье. Отец был изобретателем, мать – одной из первых в Америке женщин-врачей. Провела свое детство рут на ферме и с раннего возраста начала обучаться танцам. Первые уроки танца она получила от своей матери, поклонницы методов теоретика танца Франсуа Дель Сарта, который учил, что каждому переживанию человека соответствует определенное тело движения, и посредством движений можно передавать любые человеческие чувства. В 13 лет рут начинает профессиональную карьеру танцовщицы, участвуя в Эдевилях. В 1898 году 19-летнюю рут замечает театральный режиссер и продюсер Дэвид Сарта. Беласко. И 4 года рут играют в его театральных постановках «Заза и мадам Дубари». Беласко дает ей прозвище «Святая Сент». Рут принимает его. Как говорила сама Сент-Дени, отправной точкой для ее творчества стала реклама, случайно увиденная ею в Буффало в магазине, куда она с подружкой зашла купить мороженое. На плакате с надписью «Никто не делает лучше турецких сигарет» была изображена изида в узкой юбке и с обнаженным торсом, восседающая на троне в дверях открытого храма. Рут купила плакат и с тех пор начала мечтать о создании танцевального представления, посвященного египетской богине. Однако первым ее спектаклем стала Радха на индийские темы. Позже Рут глубоко заинтересовалась Индией и буддизмом. С 1906 по 1909 год Рут Сент-Дени гастролировала по Европе. И вернулась обратно в США. Материал для своих хореографических стилизаций черпала она в музеях и библиотеках. Пик популярности Рут Сент-Дени пришелся на 1910-20-е годы. Танцы Рут были свободными, лирическими, одухотворенными. Отражали ее интерес к культурам Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии. Материал для своих хореографических стилизаций черпала. Он был в штат Миссури 21 октября 1891 года. Первоначально намереваясь стать священником, он поступил в Денверский университет. Но во время учебы подхватил дифтерию в возрасте 19 лет, которая вызвала у него временный паралич ниже пояса. Именно во время физиотерапии от этой болезни Шон впервые познакомился с танцами, обучаясь у Хейзл Уоллок в 1910 году. А в 1912-м Шон переехал в Лос-Анджелес, где стал частью выставочной труппы бальных танцев. Только переехав в Нью-Йорк в 1914 году, Шон осознал свой истинный творческий потенциал, встретив Рут Сен-Дени. Они поженились 13 августа 1914 года. Тед Шон был младше Рут на 12 лет. Сен-Дени стала Шону не только партнером, но и чрезвычайно ценным творческим выходом. Оба художника твердо верили в потенциал танца, как вида искусства, интегрирующегося в повседневную жизнь. Сочетание их общего художественного видения, а также деловых знаний Шона, привело к тому, что пара открыла первую школу Дени Шон в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1915 году с целью слияния танца с телом, умом и духом. Школа просуществовала до развода Рут и Теда в 1931 году и повлияла на развитие танца модерн, который стал весьма популярен в США. Из школы Дени Шон вышли многие ведущие представители танца модерн, в том числе Марта Грэм, Дорис Хемфри и Чарльз Вейдман. Брак Теда и Рут распался из-за любовного романа между Тедом и мужчиной-танцором из числа его учеников. Появившиеся в 19 веке и расцветшие в 20-м, главным образом в Штатах и Германии танец модерн своей экспериментальностью походит на современное искусство. Рут Сен-Дени становится в один ряд с другой великой танцовщицей эпохи модерн – Айсидорой Дункан. Однако, каждая из них проповедовала свою философию танца. Как отмечала биограф Рут Сузанна Шелтон, Айсидора Дункан стремилась к идеалу «Я во Вселенной», а для Рут идеалом было «Вселенная во мне». Модерн стремится к использованию ломаных движений и асимметричных фигур. В основе этого атлетизм, а не плавные легкие черты, присущие балету. Рут Сен-Дени была первой американской танцовщицей, которая из традиций и приемов в рьете создала серьезный концертный танец. Рут была необычайно красива. Ее любовь к выступлению в экзотических, а иногда и полупрозрачных костюмах, с шикарными декорациями и световыми эффектами привлекала внимание зрителей и не отпускала до последней минуты окончания танца. Рут Сен-Дени оставила след и в кинематографе. В 1916 году она была хореографом вилонских танцев в фильме «Нетерпимость». В 1963 году Рут начала совместную работу с Раймондом де Ормондом Бауманом для постановки полноформатного кукольного спектакля. Спектакль происходил в ее студии и продолжался по времени более 8 часов. Последнее выступление Рут Сен-Дени состоялось в 1966 году. Она умерла от сердечного приступа в Лос-Анджелесе 21 июля 1968 года в возрасте 89 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова